Жители поселка Турлатово и Рязанского микрорайона Дашково-Песочню уже много лет мучаются от невыносимого запаха, доносящегося со стороны нефтезавода. Скажите, пожалуйста, вот от нефтезавода запах идет? Иногда бывает. Не надоело вам еще? Да, по утру надоело очень. Спасибо. И все болеем из-за этого. Каждую субботу и воскресенье бывает. Особенно вот там, где четвертый квартал. Ну невозможно дышать, проникает через окна, через балкон. Это что-то невозможно. Надо какие-то меры принимать. Неприятно, осадок на шторах. Это все ужасно. Семья волнуется. Надо как-то это прекращать. На днях Рязанская природоохранная прокуратура завершила проверку и обобщила результаты мониторинга воздуха. У Министерства природопользования и экологии Рязанской области, у администрации города есть передвижные экологические лаборатории, стационарные посты наблюдения. Так вот, на данных лабораториях фиксировались превышения предельно допустимой концентрации такого загрязняющего вещества, как сероводород. Причем регистрировалось постоянно в дневные часы, в ночное время, в праздники, в будни. Также поступали, конечно, многочисленные жалобы от населения, преимущественно с поселка Турлатова, именно на неприятный запах. В связи с чем было принято решение провести прокурорскую проверку. Причем ситуация осложнялась тем, что непосредственно на поселок Турлатова, на Дашково, Песочно, частично, на негативные воздействия оказывают сразу несколько предприятий, которые расположены в Южном промоузле. Были выявлены нарушения практически у каждого предприятия, которое проверялось. Но, тем не менее, эти нарушения не имели связи с загрязнением атмосферного воздуха именно сероводородом в поселке Турлатова. В межведомственной комиссии были проверены практически все предприятия Южного промоузла на наличие наиболее вредоносных выбросов. Лидером среди загрязнителей является предприятие ЗАО РНПК. Было принято решение, что необходимо проверить именно нефтепрерабатывающий завод. При этом была изучена разрешительная документация предприятия, которое расположено в Южном промоузле. Было установлено, что именно даже в норме именно это предприятие вносит наибольший вклад в состояние загрязнения по сероводороду из тех предприятий, которые там расположены. Наибольший вклад вносят источники, которые расположены на очистных сооружениях нефтезавода. Именно наибольший вклад по сероводороду. Было сделано предположение, что на очистных сооружениях есть несанкционированные источники выбросов, на которые отсутствуют разрешительные документы, которые отсутствуют в материалах инвентаризации, то есть их вклад негативный вообще не учтен при выдаче разрешительных документов, при установлении нормы, которую предприятие не может превышать. Это недопустимо, это нарушение. Нарушители должны быть наказаны, а причины и последствия загрязнения устранены. Иначе все эти, прямо говоря, затратные действия в виде проверок и анализов так и останутся холостым выстрелом из бумажной пушки, чего никому из нас, простых горожан, совершенно не хотелось бы. Продолжение следует...